Раскудрявый, зеленый, стесной, здравствуй, парень, а мой хороший, мы родной. Клёв зеленый, как клёв кудрявый, да разкудрявый лесной. На Козьей Горке праздник отмечают по-семейному. Уже 14 лет подряд собираются участники войны, ветераны, труженики тыла. Те, чье детство пришлось на военное время. Приходят с целыми семьями, несколькими поколениями. Это уже традиция. Начинали на улице Парковой, и у нас в этом году юбилей 5 лет, как мы здесь, в парке, проводим День Победы. Было у нас на первый праздник 86 ветеранов, было много участников. На сегодняшний день у нас осталось 26 человек. 26, два человека лежат. Ну, не знаю, сколько придет, но, по крайней мере, я в этот прекрасный день, в эту чудесную погоду, которая дает нам фактически каждый год при солнышке проводить этот великий праздник, День Победы. Уважаемые ветераны и жители города Сергиево-Посады, мы поздравляем всех с этим великим праздником. Желаем огромного человеческого счастья ветеранам всем дожить до следующего Дня Победы, отметить 75-летие со Дня Победы над фашистской Германией. Здоровья вам крепкого, счастья, и мы будем помнить вас всегда. С праздником! Традиционно праздник начался с небольшого митинга у мемориала павшем в Великой Отечественной Афганской и Чеченской войнах и возложения цветов к памятнику. День Победы – это праздник для каждой семьи. В нем есть все – и горечь утрат, и радость отвоеванного мира. У меня дедушка мой воевал, Кончаков Алексей Иванович, он всю войну прошел, пришел весь израненный. Ну, про войну много не рассказывал, всегда слезы на глазах. Говорит, что это очень страшно, между вам этого не видеть никогда. Ну, а справлялись, всегда мы шли к нему с цветами на День Победы. Ему очень много внимания уделялось и с местной власти, и с районной власти, и с областной властью, всегда он радовался жизни и умирать не хотел. Он умер в 75 лет, я это помню хорошо, и очень хотел пожить. Так вот страдал в войну, всю войну, говорит, столько ран у него было, говорит, хочется пожить, посмотреть, как вот дети, внуки. Я уважала своего брата на войну в 41-м году. Внимание, внимание, дорогие друзья. Из Черниговского скита, там был призывной пункт. Через год он призвали, извещение, он погиб. Ну, и потом прошло время, я его, значит, стала искать. Я прошла все, и военкомат один, и другой, ну, нигде никаких не было тогда, а нашли в Калужской области. Поздравить всех с Днем Победы пришли и официальные лица. Огромное спасибо ветеранам, огромное спасибо детям войны, труженикам ТЭЛа за то, что мы с вами сегодня можем друг друга видеть, радоваться, мирному небу, рожать детей, воспитывать. И самое главное, наверное, то, что мы можем с вами любить нашу родину, которую эти героические люди защищали. Я хочу вас поздравить тоже от нашего главы, Токрова Михаила Юрьевича, главы городского округа, уже теперь официально название такое есть. От нашего агропромышленного комплекса очень большого, потому что там подарки у нас очень будут разнообразные, вы поймете, что у нас все-таки развивается и молочка, и птицеводство, и начали мясные консервы делать, и много-много еще чего. Поэтому доброго здоровья вам, вы чтобы на своих плечах, в своем сознании всегда ощущали внимание. Внимание в своей семье, от своих детей, внуков, правнуков, внимание где-то в каком-то обществе своем, в котором вы бываете чаще, внимание в магазине, на улице. Вот это для вас, я думаю, сегодня самое главное. Когда человек чувствует на себе это внимание, ну и хочется ему жить. Вот я вам вот этого внимания желаю. Ветеранам вручили вкусные подарки от ЛДПР, от Управления сельского хозяйства и лично Ивана Кончакова. 14 лет назад на Козьей горке накрывали до 8 столов, сегодня один. И опять же традиционно для всех пришедших на праздник работала настоящая полевая кухня. Официальная часть была короткой, после чего начался концерт с участием Владимира Бочарова и Валерия Кормилицына. Ах, эти тучи в голову напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас раздумываю. Молодые мои старики, мы еще, мы еще пою.